Место встречи изменить нельзя. Обсуждать проблемы и новые веяния современности на кампусе ДВФУ уже стало традицией. На два дня ВУЗ стал площадкой для споров, брифингов, обмена опытом, новых знакомств. Одна из особенностей встречи этого года – расширение границ медиасаммита. Если он до этого только был направлен на средства массовой информации, то на этот раз там могли быть и какие-то предприниматели, какие-то, может быть, крупные предприятия, которые тоже черпали для себя что-то интересное. Дальневосточный медиасаммит 2017 – это 3,5 тысячи участников, 60 экспертов, 100 тематических секций. Посетить все нереально, поэтому каждый выбирал беседы по вкусу. Интернет – всему голова, сквозная мысль форума. Спикеры отстаивали эту позицию на лекциях для журналистов, мастер-классах для блогеров, занятиях с рекламщиками и предпринимателями. Конечно, вещи очень дельные, говорят, и нужные. Если следовать по ним, может быть, у тебя так же не получится. Ты возьми что-то базовое и переложи на свой опыт, добавь что-то свое, и тогда все получится. Впервые на медиасаммите работал форум молодых журналистов. Более сотни детей из разных уголков Приморья учились работать на телевидении, радио, в газетах и интернет-СМИ под руководством экспертов уровня края и страны. Среди участников – двое ведущих программы подросток, которые успели и поучиться, и снять новый выпуск. Два дня мы будем не только напитываться знаниями, но и попробуем создать новый информационный продукт. Авторы лучших проектов получат бесплатные путевки в океан на смену океанской медиапараде. Наши ребята вошли в пятерку тех, кто поборется за океанские путевки. Уссурицы уже подготовили проекты, которые скоро оценят медиацентр Всероссийского детского центра. Но это не все достижения делегации Телемикса. Из рук губернатора Приморья получен кубок за третье командное место по итогам сдачи норм ГТО и 10 килограммов конфет за лучшее признание в любви Дальнему Востоку. Анна Клыга, Игорь Антонов и Сергей Флоренцев. Телемикс.